Количество ракет в залке две! Столетие подводного флота России посвящается. Потаённое судно. Фильм четвёртый. Первая атомная. Лодка получилась отличной по всем параметрам. В сравнении с американским «Наутилусом» она и выглядит внушительнее. У них подводная скорость составляет 23 узла, у К-3 – 32. Глубина погружения «Наутилуса» – 220 метров, у нас – 300. Мощность главной энергетической установки у них – 15 тысяч лошадиных сил, у К-3 – 30 тысяч. Соотношение торпед – 6 американских к 8 советским. После прохождения всех положенных испытаний атомной подводной лодки К-3 присваивается название «Ленинский комсомол» и она входит в состав военно-морского флота СССР. Всё-таки я остановлюсь на ощущении вот этой мощи. Мне это особенно нравилось. Вот когда она идёт надводным ходом, да ещё полным надводным ходом, это где-то 15-16 узлов, да, ну, иногда чуть больше, непередаваемое ощущение мощи, такой вот красоты. И в этот вал он прям чуть ли полностью не захлёстывает рубку. Представляете, какая это красота. Удивительная вещь. Летом 1962 года экипаж «Ленинского комсомола» получает задание повторить американцев, которые в 1958 году на подлодке «Наутилус» впервые совершили поход к полюсу, а затем на других атомных лодках неоднократно его повторяли. Нам предстояло пройти тем же путём. Всплытие в каждую полыню, которая обнаружилась, длилось часами, по метру. Почему? Оказалось, что вот подо льдами, чем более высокий широк, тем мощнее висят гигантские сосульки. Эта сосулька не так, что образуется с крыши. Если на неё напороться, она проткнёт. Поэтому всплытие по метру. Потом прошли, наконец, полюс, там командир объявил, что вот, точка полюса, так сказать, все ура, люди уже подготовлены всем предыдущим этапом для того, чтобы выполнить эту задачу. Там офицеры, продвижение у них, там всё. Кто был командир группы, его уже назначили командиром дивизиона, там и так далее. Поэтому все были заинтересованы. Ну, это даже вот этот момент такой, чисто психологический, то скорее бы дожжать этот полюс. Никита Сергеевич лично вручал подводникам награды за арктический поход. Капитан Лев Жильцов стал героем Советского Союза. Весь, без исключения, экипаж получил ордена. Их имена стали известными всей стране. После подвига во льдах, атомная подлодка «Ленинский комсомол» становится современной «Авророй» и предметом посещения многочисленных делегаций. Соперничество сверхдержав в подводных флотах было сверхнапряженным. Борьба шла по мощности, габаритам, надежности. Появились многоцелевые подводные лодки, несущие мощные ядерные ракеты, для которых нет пределов дальности полета. Подводя итог противостояния, можно сказать, что в чем-то ВМС США превосходили наш военно-морской флот, а в чем-то мы их. ВМС США Редактор субтитров А.Семкин